Всем привет, с вами Крейзи. И я думаю, далеко не все помнят, что я уже как-то делал эту идею. Ну почти в самом начале что ли канала. Но очень давно я этим не занимался. И это фрагмент из мультиков в Бролл Старсе. В чём же суть? Я беру какой-то фрагмент из мультика, допустим, из Лунтика, и пытаюсь его повторить в Бролл Старсе. То есть именно отдельный фрагмент. Насколько это возможно? Раньше это было прикольно, правда фрагменты искать ну очень долго. Что ж, перед началом со слайка и подписка, но мы полетели. Приятного просмотра. А начнём мы именно с Лунтика. Этого старой серии довольно-таки клей. Сам фрагмент я вам показать не могу, к сожалению. Там кинут мне авторские права, поэтому давайте я вам расскажу. В чём же суть? Получается, Лунтик разливает клей, и потом гусеницы туда наступают. Но это вкратце. Давайте попробуем это повторить, и потом я уже вставлю вам звук, наложенный на нашу запись. Погнали в игру. Ну в общем, мы это две гусеницы. Мы подходим к Лунтику и Кузе, которые стоят у клея, и нас не пропускают. Мы их не слушаем, конечно же, и прыгаем в клей. Но сейчас чё-то не так идёт, ребята, а чё за фигня? Во-первых, почему там Леон? А во-вторых, почему нет клея? А вы решили искать Лунтика в клею? Правильно, и Кузю заодно. Тоже верно. Давай, давайте-ка ещё разок. Не думал я, что момент секунд на 20 повторить настолько будет сложно. Просто не получается. О, найс. Кидаем зло, и мы типа злимся как так. Нам не дают пройти, что такое. И прыгаем, конечно же, в клей. Хоп, готово. И всё, сейчас я ещё кину смайлик, если он откатится. Так, и всё. Не знаю, попал по таймингам, нет, не знаю. Просто звука я сейчас не слышу, вообще. Давайте как раз-таки проверим, попал я или нет. Сейчас увидите, что получилось. Знаете, получилось, ну так скажем, необычно. Пришлось очень сильно обрезать скорость, потому что иначе мы просто никак не попадали. Только с уменьшенной скоростью, там что ли на 0.7 или 0.5, что-то такое. Ну короче, сильно порезал скорость, я пришлось. Ну, в общем, получилось, ну скажем, нормально. Особенно для первого фрагмента, мне кажется, вообще в самый раз. Идём дальше, следующее, это у нас Скуби-Ду. Как я понял, это было что-то вроде трейлера, что-то такое. Называется это 5-минутное превью. Здесь, я думаю, всем знакомые слова, которые мы сейчас повторим. И, честно говоря, дословно, прям я слова его не помню. Но первое, что он говорит, это то, что он кушает, обедает один. Потом он говорит, что он, наверное, вроде бы тусуется один. И последнее, то, что играет в пинг-понг, именно пинг-понг, тоже один. Сейчас мы это всё повторим и соберём из этого одну картину общую. Так, первое готово, как он кушает один. Идём дальше, теперь он тусуется. Он тоже один. Тоже один. Общительный, получается, общительный. Это Шегги, которого собака. Ну так, если кто не понял. Сейчас я вам покажу... Как покажу? Вы услышите его голос, потому что я ничего не покажу, а то мне кинтапе. Ну, к сожалению. Так, я думаю, хватит, уже потусовались. И пойдём делать последнее, как он играет в пинг-понг. Но вот пинг-понга в Brawl Stars нет, поэтому я сделаю Brawl Ball. Ну и последний, как я сказал, уже это будет Brawl Ball. Я вот только не знаю, встречать стену мне надо или лучше забивать голы. Вообще, наверное, стену, потому что это всё-таки пинг-понг, а Brawl Ball это уже голы. Поэтому вот такая тема. Окей, записано. Погнали посмотрим, что получилось. Надеюсь, что-то нормальное. А вообще всё хорошо. Я люблю обедать в одиночку. И тусоваться люблю один. И играть в пинг-понг тоже люблю сам. И всегда себя проигрываю. Ну и тут получилось получше, причём явно получше. Да, оно и ясно, это делается намного легче. Прям, ну, намного легче. Чисто получается нарезочка. Всё очень просто, поэтому и получилось. Это довольно-таки просто. Окей, идём дальше. Следующий у нас получается... Давайте снова лунтик. У нас просто будет три лунтика. Сиксики и вот Скуби-Ду. Давайте снова лунтик. Я не помню, какая называется серия. Потому что я смотрел сборники. И как-то не особо вдумывался в серии. Ну, короче, там одна из гусениц. Я их не различаю. Нашла вишню. Хотела её спрятать, чтобы съесть именно одному. Но, к сожалению, вишню съела пиявочка какая-то. Там, червячок. И он очень сильно разозлился. Давайте посмотрим. Мне кажется, момент прикольный получится. Потому что сам момент именно из мультика. Ну, забавный. Пока успехи, но прям такие себе. Ничего не получается, хотя момент для трёх людей. Трёх. Всего лишь трёх. Остальные здесь чисто стоят, ничего не делают. Это Корней Корнеевич, который кидает просто смайлик один за всю игру. Потом я и наш червячок. Всё. Всё максимально просто. Он говорит, что ты делаешь? Я иду, короче, ломать свою банку. Точнее, вишенку выкапывать. Ломаю её и узнаю, что я съел червяк. И в том бегу за ним, стреляю в него и злюсь. Всё максимально просто. Мы делали это, знаете? Ну, минут 20, наверное. Казалось бы, всё максимально просто. А нифига. Всё мы сделали. Прекрасно. Посмотрим, что получилось. Окей. Погнали. Не бойся, в общем. Мы поможем тебе? Ага. Знаю я вашу помощь. Она мне принадлежит. Она не ваша, даже не надейтесь. Я знаю, зачем вы все пришли. А-а-а. Он съел мою вкусную ягоду. А-а-а. И вот здесь получилось реально хорошо. Прямо-таки неплохо. Мы почти попали в тайминг. То есть момент получился процентов, наверное, на 90. Я там замедлил прям слегка. Так почти идеально. То есть хорошо, прям прекрасно. Давайте тогда ещё раз лунтика и закончим тогда, наверное, фиксиками. Вот. Так давайте так. И это серия хитрые гусеницы. Здесь им дали карту, чтобы они нашли карту с сокровищами. Это были конфеты. И гусеницы, конечно же, всех снова обманули. И получили конфеты. Правда, потом их отобрали. Но это уж так. Не суть важно. Всё, полетели. Здесь всё, казалось бы, просто. Мы идём здесь. Сверху идёт другая гусеница. Вторая. Которая как раз-таки заберёт банки. Вот я иду, иду. Почему я первый иду, ребят? Чё-то не то. Я не должен идти первой. Я иду сзади. Ну, ладно, давайте ещё раз. Вы должны идти вперёд, а я сзади иду, понимаете? Я же именно за вами иду. Потом я останавливаюсь. Вы ко мне подходите. И другая гусеница ворует все баночки. Такая суть. Погнали ещё раз. Все всё поняли. Вы идёте первые. За нами сверху идёт другая гусеница. Сейчас я останавливаюсь. Вы подходите ко мне. И он забирает все баночки. Так. И вот. Всё. Идеально. Идеально. Хорошо. И теперь я иду. Тоже за баночками. Главное, попасть в тайминг я вроде бы не попал. По-моему, вообще нет. Сейчас мы краски узнаем. Мне кажется, нет. Да! Вот под этим цветком! Что случилось? Ой, нога заболела! Ай-яй-яй! Где болит? Ай-яй-яй-яй! Здесь больно? Да, да, да! Здесь очень больно! Какая боль! Ай-яй-яй! Ой-ёй-ёй! А здесь? Лунтик! У него ничего не болит! Он нас специально отвлекает! Ура! Конфеты наши! Так нечестно! Пришлось замедлить прям ну очень люто. А по-другому не получалось. Да там и не могло получиться по-другому. Только лишь замедление. Надо было сильнее выждать. Я думал пауза там ну явно меньше оказалось. Секунд ну наверное 15 не меньше. Ну и последний момент это фиксики как я и обещал. Здесь вроде серия музыкальная шкатулка. Да, да точно. Но дело в том что я не знаю как сделать музыкальную шкатулку. Поэтому я сделаю ракету. Попривычнее как говорится. Должно получиться прикольно. А главное что момент ну правда простой. Ну вообще тут довольно простой диалог. Сначала у нас получается симка. Потом нет сначала я. Потом симка два раза. И потом дедус. Он же так зовется. Да вроде так. Так мы заходим. Я кидаю. Что это такое? Потом два раза стреляет симка. Да. И потом дедус. Дедус что ты делаешь? Видимо что явно не понял. Давайте еще разок. Потому что это ну не то. Третья попытка. Как вы думаете получится у нас или нет? Я надеюсь что получится. Момент максимально простой. Легче то некуда. Я кидаю потом два раза стреляет симка. Давай. Ну хорошо. Потом снова я предполагаю что-то. И теперь дедус. Да. Все. Легко. Момент максимально простой. Легче. А куда легче? Некуда. И все. Вроде бы получилось. Надеюсь что получилось. А что это за прибор? А вы как думаете? Казималка? Нет. Мясорубка. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Предкачушка? Что? Что? Ну машинка. Чтоб пятки чесать. Ну и последний момент получился тоже. Довольно кривоватый. Да как иначе сделать? Просто без звука. Когда не слышишь оригинала. Довольно сложно попасть именно в тайминг. А потом уже переделывать. Собо возможности не имеется. И приходится работать с тем что получилось. Но вышло все равно прикольно по моему. Это явно по слабейшим прошлые моменты. Но это так. Но все равно прикольно. Ну а на этом я буду заканчивать. Если вам понравилось. С вас лайк и подписка. Сейчас поддержка ну правда важна. Также. Напишите в комментах. Стоит ли делать еще или нет. Хотя я по активности наверное увижу. Если вам понравилось. А если нет. То ну нет. Это было давно возможно. Интересы пропали. К этому раньше захотело. Хотя последняя кстати не зашла вообще. Но все же. Если вам понравилось. Я буду делать еще возможно. Но это не точно. Ну а у меня все. Спасибо за просмотр. Удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok